Да, Украина, 28-я страна, она присутствует, причем неоднократно присутствует в разных сочетаниях. Такие же сочетания есть, как в Болгарии, то есть, опять же, контакты с политиками, подписи, петиции, видимо, это влияет на создание какой-то группы активистов сплоченной, которые этим занимаются и концентрируются вокруг определенных политиков оппозиционных. Интересно, что для активных участников демонстраций в Украине же характерны не только контакты с политиками, подпись, петиции, но и контакты с политиками и неучастие в организациях социальных. Можно проинтерпретировать, это, конечно, требует более глубокой проверки, что в данном случае речь идет о неофитах, которые увлекаются в протестные движения. Сразу попадают в уличные акции, которых в Украине было достаточно много, и, соответственно, они еще не участвовали, не имея опыта участия в социальных организациях. И, опять же, аналогичная ситуация и в Болгарии. То есть ситуация в Болгарии и в Украине развивалась в 2011-2012 год по аналогичному сценарию. Но в Украине ситуация пошла гораздо дальше, а в Болгарии она не завершилась революцией. Подводя итог, логид регрессии – это часть логолинейного анализа. Она очень похожа на General, обобщенный логолинейный анализ. Разница в акцентах. И из-за разницы в акцентах небольшая техническая разница. Оба они следуют за процедурой Model Selection. Оба они оценивают эффекты. Но логид регрессии оценивает только эффекты, в которых участвует зависимая переменная.